7 45 я при деле только сегодня поставлю закваску на хлеб я решила приготовить хлебцы духовочка разогревается через 10 минут достала хлебцы порезала но сейчас дальше в духовочку отправляем на минут 40 45 хлебцы готовы остыли вот еще подсохнут немножко и будут даже хрустящие это не обязательно да а здесь у меня заквасочка ставлю перед носом чтобы не забывать добавлять каждое утро муку и возле плиты как бы будет немножко теплее да заквасочка у меня вот в баночке ветровой ну вот пожалуйста готовьте готовьте хлебцы это очень здорово это здорово ссылочку как всегда оставляю в комментариях на видео хлебцы готовьте 12 часов дня меня не было дома я прибежала и готовлю себе еду хорошее время 12 часов нормально рабочая обстановочка я делаю блинчики с яблочками но я называю блинчики мальчики выйти оладушки с яблочками да я ставлю в комментариях ссылочку на видео как я готовлю новые готовьте как вам хочется до плюс-минус что-то можно взять яблоко у меня одно беру всегда кисло-сладкое яблочко кстати вот это яблоко называется моцу одно яблоко отруби у меня финский нордик ложки 4 столовых здесь я так думаю плюс-минус могут меньше немного все на глаз у меня даже не мерила ложкой мука у меня пшеничная цельнозерновая 1 десертная ложка вообще пользуюсь я десертной ложечкой выкладываю тесто на сковородку десертной ложкой всегда камера немножко увеличивает ряженочкой у кого-то кефирчик соду добавила ну то есть готовим добавляем отруби это хорошо для клейковины можно немножко добавлять цельнозерновой муки буквально десертная ложка и все получается 2 сковородочка я хочу подсказать сразу не выкладывайте все тесто ложкой на сковородку сначала проверяйте один оладушек один блинчик положили ложечкой ага хорошо перевернулся этот блинчик лопаточкой удобно вам хорошо отлично а возможно вам нужно добавить немножко отрубей тесто постояла вы сразу добавили яблочко тесто стало более жидкое и практически даже перевернуть блинчики ваши нельзя на сковородке да поэтому экспериментируйте сначала один посмотрите попробуйте даже потом этот один съешьте ну а потом остальные выкладывать и так я всегда делаю я не рискую нет один сначала о хорошо этот раз я добавила еще отрубей прямо с коробки насыпал отрубей и тесто стало гуще потом когда вы допустим жарите готовите одну сковородку своих оладушек до 2 тесто вернее тесто который тарелки стоит в мисочке да она станет более жидкая у вас за счет того что из яблочка выйдет сок поэтому обязательно что-то еще нужно добавить но кто-то добавить чайную ложку муки допустим цельнозерновой тот добавит отрубей немножко больше понятно да я напомнила поэтому не рискуйте не выкладывайте сразу все тесто на сковородку все получается все будет замечательно не прошло и 20 минут еда на столе ну пожалуйста блинчики блинти оладушки кто как называть люди очень аппетитно румяная отруби же все-таки не белая мука до рафинированная можно с ряженкой можно допустим с кефирчиком кто что хочет тут и берет да у меня йогурт уже покупала по акции смотрите сейчас сделаем эклер чик мои хорошие вы только посмотрите а готовьте ладушки с яблочком корицу можете использовать кому что нравится ну что будем есть будем есть и не поправляться даже стране кто со мной всем приятного пить это вторая половина дня начала 5 вот я вам показываю что я буду есть у меня основной такой второй прием пищи салат и животный белок до просто еда просто еда но надежная хлеба нет хлебца нету хотя в доме есть все и хлебцы и хлеб есть ржаной нет нет этим мы немножко побаловали с утра с утра это после двенадцати первая половина дня имею ввиду значит обязательно закон странеющего это большое количество клетчатки не только отруби клетчатка любой салат вы готовите любой салат это клетчатка но понятно помидор огурец это конкретно влага у меня сегодня селёдочка матиас не очень соленая но очень жирненькая селёдочка белок рыбы неплотный белок то есть он так не насыщает конкретно как мясо поэтому салатик у меня и воздушный вроде бы много его да и плотненький здесь капусточка капусточку нужно зубками пожевать до капуста у меня здесь кстати шпинат там завалялся в холодильнике шпинат варю возметание шпинат потому что пропадет осталось этом буквально четыре листика зеленый лучок здесь здесь огурчик здесь помидорчик даже есть перчик красный сладкий покупала кстати по акции ну и зелень мне нравится кинза соль обязательно перцы тоже для вкуса оливковое масло у кого какое масло да кто какое масло использует у меня яблочный уксус у кого-то лимонный сок яблочный уксус лимонный сок провоцирует выделение соляной кислоты желудочного сока больше выделяется до выделяется ферменты поджелудочной железы и наша еда конкретно животный белок будет быстрее переработан вот эта еда для наших хороших бактерий для нашей микробиоты классная да правда вот эта ценность калорий не забывайте не третья часть салатика на тарелке я между туда третья часть тарелки да вот как люди кладут на тарелочку а хорошую салатницу готовьте тазичек салата не горсть салатика 100 грамм я на диете 300 400 грамм каждый день закон худеющего человека так об этом я напомнила заправляйте салаты чем хотите йогурт дижонская горчица какие-то соусы соевые это как вам нравится ну вот пожалуйста у меня селёдочка матиас норвежская сельдь и хорошо почистила вчера кстати я положила в шпротницу то шпротница это не селёдочница нет убрала хребет шкурочку сняла брюшка все почищено на белоснежная жирненькая и малосоленая что мне нравится что малосоленая я не люблю просто соль в плане если пересола чувствую я буду смывать и вымывать соленая не буду есть какая-то таранька это не моё нет нет ну то есть смотрите какая селёдочка недельная норма недельная представляете норма омега три здесь 160 грамм кто-то скажет ничего себе таня тут целая селёдочница у тебя не уже такое говорили нашим людям нужно показать обязательно нашим людям нужно показать смотрите селёдочница и шпротница сравнили приблизительно 160 грамм мне люди писали коса людочка писала до люда кивлянка людочка писала до 160 грамм очищенная серёдочка матиста вкусные люди такая вкусная посмотрите есть буду я без хлеба без хлебца понятное дело но мне очень будет вкусно очень вкусно ну все рассказала напомнила мои хорошие самое главное в нашем похудении это ценность калорий мы калорий не считаем мы видим на глаз этого можно больше в этом не переедай понятно да углевода сейчас вечером нету у тебя был углевод в первой половине дня но все мои хорошие напомнила рассказала кто со мной всем вкусного сытного разумного похудения здоровенькие были всем доброго дня всем доброго времени суток самому самому шикарному самому уважаемому сообществу физкульт привет мои хорошие я приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать будем с вами общаться мы с вами только похудение мы с вами только о стройности мы с вами о мотивации мы с вами конечно о дисциплинке мы с вами о питании сегодня мои тарелочки вы видели мы с вами конечно о движении сегодня движением я тоже было но я не каждый день это показываю мы с вами обязательно о здоровье обязательно ну то есть мы похудение от всей души мои хорошие значит показываю свои тарелки еда простая кто там хочет похудеть или удерживать вес вот пожалуйста смотрите на мои тарелки я все показываю да напоминаю оставляю ссылки интересуйте смотрите да вот сегодня утром думаю приготовь не ленись это 6 секунд для себя я должна была уходить до сделай сделай клепцы у тебя закончились клепцы потом я делюсь я клепцами не все клепцы мне я делюсь я клепам я делюсь я клепцами сделай таня у тебя все есть это классно взяла пожевала налила чашку ряженки пару хлепцов взяла это классно думаю точно сделай это твое питание оно всегда у тебя эти продукты должны быть да мои хорошие готовьте эти хлепцы я ставлю ссылочку в комментариях вы немножко под себя можете что-то добавить поменяйте семечки но полтора стакана как положено семечки любые кто-то еще орешки какие-то положит положить до какое-то допустим растительное масло вы какое нравится такое положите масло свои хлепцы да будете использовать мука тоже самое вот я показала свою муку показываю у меня там какая-то ложка муки нута мука тыквенный семечек у меня жаная мука да я еще отруби вот так навалила туда это от себя это не по рецепту кашу маслом не испортишь отруби это ж классно семечки у меня в этом стакане где полтора стакана семечек да у меня еще молотый кунжут и молотая семя льна ну то есть вы можете положить что хотите люди это очень вкусно потом я придумала в рецепте этого нету добавляйте по возможности покупайте у нас в киеве в сельпо правда не каждом но в сельпо есть солод солод это фермент он дает конкретно цвет и у вас ваши хлебцы будут красивые такие знаете темно-каштановые я показала люди готовьте странеющий до хлеба нету хлебцы всегда будут до коробочку я не закрываю чтобы они больше были подсушить подсушены потому что если закрыта коробка то они будут более таки мягкие да а когда открыта коробочка они будут сухие мне нравится подсушенный хлебец вот так хрустит классно я вам показала да показываю еду оладушки да блинчик из яблочек готовьте это очень вкусно это очень сытно вы не будете себя чувствовать ущемлено готовьте красиво себе да второй прием пищи людей просто такая еда спасет мир это точно такая еда спасет мир да так все просто и так сытно так классно ну какой-то яблоко у меня это обязательно это даже не все это не все вот я съела салат съела селедочку да потом яблочко ну зубки как бы почистила до сидела ножом резала муцу покупаю такой кисло яблочко кисло сладкой завтра ярмарка на куплю яблок килограмма три-четыре возьму кислых яблок возьму я так смотрю когда подходишь прилавку сразу как говорят продавцы бери такие салатки яблочко я не хочу салатку не хочу воно мне не смачно мне это не вкусно вот хочется кисло сладкое яблоко я перепробую все яблоки я просто так не покупаю не 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 я все показываю мои хорошие значит ну так как видео может получиться длинная я не хочу длинное видео я сегодня сделаю короткое видео короткое получится да есть у нас в комментарии один комментарий дал тему да я даже сердечко не поставила человеку чтобы комментарий не ушел обязательно завтра прочитаю комментарий и отвечу и мы ответим да разберем комментарии вместе все да а сегодня я только хочу напомнить вам о том о чем обещала вчера я обещала вчера дать информацию конкретно по такому препарату д-3 к-2 сейчас я слышу говорят люди точно точно таня я тоже принимала ты правильно д-3 к-2 классно хороший препарат но я так думала да что нужно принимать тандем то есть д-3 вот эту комбинацию и к-2 д-3 к-2 это витамин и стероидный даже гормон д-3 это гормон люди это серьезный препарат д-3 не просто так я тоже принимаю долго уже два года принимаю не д-3 как нужно принимать нужно сдать анализ и вы должны понимать сколько вам принимать д-3 кому-то достаточно 4 тысячи кому-то достаточно 5000 кому-то 10 вот мне нужно только 10 все только 10 проверено мой родной витамин d мой родной это 41 42 не было три раза сдавала 41 всегда 41 родной если я принимаю три месяца десять тысяч ну каждый день до жирами конечно три месяца десять тысяч у меня больше чем 63 не будет значит не на да не нужно организм дальше не дает ходу не надо все я приняла допустим даже два месяца можно да ну минимум два месяца вот так принимается гормон стероидный d-3 это стероидный гормон принимать принимать нужно только по после анализов а не просто а сколько ты принимаешь и я так буду принимать не ни в коем случае ни в коем случае сейчас конечно тотальный дефицит витамина d тотальный у людей 18 17 13 25 это очень плохо а это наше похудение кстати вот это не только похудение это еще ожирение если дефицит d если вас дефицит витамина d это не только полнота я не виду это ожирение и об этом протарахтила да ну вы поняли и вот к 2 рядом витамин да d3 к 2 это жирорастворимые препараты то есть жирами вот употребляете да капельки у меня допустим капельки да вот флакончик я 10 капелек себе ложечку накапала и жирами сметанка жирная ложки кусочек сливочного масла да жирами только тогда он отлично усваивается будет усваиваться будет и вот к чему я веду да сейчас врачи если человек обращается до стоит только обратиться гастроэнтерологу любого присаживают на обезжиренную диету любого гастрит обезжирка а у вас придумали придумали панкреатит хронический хотя и близко такого нету человек имеет большой вес у человека ожирение да у вас хронический панкреатит на узи картинка такая да дымка чех туалет не ходил может быть 6 7 часов там дымка вы знаете что в кишечнике так творится вот по этой картинке которые на узи ставят хронический панкреатита там близко нету его близко у людости панкевич знакомая она страдала здесь постоянно хроническим панкреатитом по и симптомам я сказала нет нет у него панкреатита нету у нее заболевание кишечника в другой стране и поставили диагноз заболевание кишечника но не хронический панкреатит поэтому не ведитесь до присаживают на обезжирку у вас хронический панкреатит на поджелудочную нельзя жиры до прицепили вам такое заболевание люди но вам прописывают принимать витамин d а как же он усвоится это ж миллион долларов стоит эти этот препарат если вы покупаете хорошего производителя до принимать нужно три месяца это очень дорого это получается водка без пива деньги на ветер представляете жирорастворимый препарат d3 к2 я конкретно о к2 сегодня видите d3 к2 оказывается оказывается всем подряд категорически люди категорически нельзя принимать к2 кому нужно принимать к2 нужно принимать к2 только тому у кого не хватает вот этого витамина таких очень редко можно встретить или ни разу человек такой не встретится скорее ни разу человек не встретится с дефицитом витамина к2 витамин к2 вырабатывается той синтезируется у нас кишечнике нужно вообще оказывается не имеет микрофлоры кишечные представляете чтобы не синтезировался витамин к2 еще раз повторяю нужно вообще не иметь кишечной микрофлоры чтобы витамин к2 не вырабатывался у нас в организме как клинически клинически будет проявляться дефицит витамина к2 внимательно слушайте это кровоточивость это образование гематом повышенная ранимость сосудов если этого нету и вы будете принимать витамин к2 посоветовали жда то это будет все наоборот если у человека достаточное количество к2 то зачем принимать его будет риск образование тромбов дефицита к2 нету все нормально если принимать к2 это риск образование тромбов информация от доктора наук эндокринолога понимаете не от какого-то белохалатника блогера в ютюбе типа врач я имею ввиду да а вот доктора наук эндокринолога к2 витамин чреват образование тромбов люди если принимаете витамин d3 стероидный гормон то без к2 вот такая информация все я себе намотала на ус я взяла на заметку да я буду принимать обязательно витамин d3 я сдам анализ все равно я сдаю анализ я все равно сдаю хотя знаю будет 41 но я для успокоения для правильности я сдаю да он не дешевый но я не так часто это делаю это моё здоровье это моё здоровье правда на курорты мы не ездим санаторий мы тоже не не посещаем еще не сдать анализы да обязательно на этом не экономьте сдам анализ и буду принимать d3 но без к2 без к2 мои хорошие ну вот такая информация я вам сегодня рассказала показала ну что мы с вами сегодня пообщались мои хорошие видео чтобы не было длинная да я прощаюсь с вами до завтра завтра обязательно встретимся и будем продолжать нашу тему тему похудения да мои хорошие я как всегда хочу поблагодарить всех вас за просмотры моих видео я благодарна всем вам за общение за комментарии пишите я стараюсь всем отвечать и спасибо всем за лайки большое спасибо худеть несложно у нас с вами все перед носом мы себе сами и доктора и премьер-министры слова великой актрисы людмилы хитяева всем до встречи дальше будет а